Итак, спортивный арбитражный суд в Швейцарии отклонил иск наших легкоатлетов и Олимпийского комитета КАФ. Это значит, что они не смогут участвовать в Олимпиаде в Рио. Теоретически, Международный Олимпийский комитет может не принять во внимание вердикт суда, так как последнее слово остается за ним, но практически вероятность такого сценария стремится к нулю. Более того, в МОК заявили, что на основании этого вердикта, а также доклада ВАДА по Сочинской Олимпиаде, будет приниматься решение о поездке в Бразилию всей российской сборной. Это вопрос, как уже заявлено, будет обсуждаться 24 июля. В Москве решение суда в Лазанье назвали политизированным, не имеющим под собой правовые основы. С иском, напомню, обращались спортсмены, которые не были замешаны ни в никаких скандалах и не были уличены в применении запрещенных препаратов. Таким образом, создан прецедент, когда спортсмены понесли коллективную ответственность за деяние других людей о решении КАС и его последствиях Павел Матвеев. То ли швейцарские часы дали сбой, то ли инсека КАС, спортивного арбитражного суда в Лазанье, задержали какие-то архиважные дела. Но к журналистам он вышел на четверть часа, позже, чем было запланировано. К тому моменту не выдержали даже нервы у модератора сайта КАС, который выложил информацию о вердикте на пару минут раньше, чем она была озвучена. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Олимпийского комитета России и 68 российских атлетов. Согласно решению, ОКР не сможет подать заявку на участие в Олимпиаде на российских легкоатлетов. Российские легкоатлеты в течение 30 дней могут подать на решение КАС апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Но, во-первых, это касается только процессуальной части, то есть не было ли каких-то формальных нарушений. Во-вторых, до Олимпиады всего две недели. В-третьих, нет никаких гарантий, что суд Швейцарии жалобу удовлетворит. Так что шансов у российских легкоатлетов поехать в Рио вроде бы нет совсем. Под вопросом шансы и остальных россиян в Международном Олимпийском комитете не раз подчеркивали, что решения о допуске наших спортсменов в целом будут в воскресенье принимать с учетом и на основе вердикта КАС. С другой стороны, Генсия Карбитража сам оставил МОК лазейку на случай, если тот все-таки решит пустить на Олимпиаду наших, и в том числе легкоатлетов. Суд, мол, отклонил иск россиян, поскольку решение Международной Федерации легкой атлетики о их недопуске полностью соответствует ее же собственным правилам, принятым 17 июня. Но вот сами эти правила сомнительны. КАС выражает некоторую озабоченность тем, что решение от 17 июня практически не оставило атлетам шансов соответствовать новым критериям, а именно доказать, что они вне системы, что они сдали достаточное количество допинг-тестов и так далее. Одного месяца на это явно мало, так что этот момент – возможность для МОК интерпретировать дело по-своему. Проще говоря, суд перебросил с себя ответственность на Международный Олимпийский комитет, открытым текстом заявив, его решение не обязательно к исполнению последнее слово «замок». Другое дело, что тамошние настроения хорошо известны, поэтому в Москве на этот дипломатический пинг-понг отреагировали резко и однозначно. Министр спорта назвал решение КАС политизированным. Я сейчас скажу кратко, официальное заявление последует позднее. Я сожалею об этом решении КАС. К сожалению, введением коллективной ответственности создан некий прецедент, но другого мы и не ожидали. Потому что когда вице-президент МОК до заседания заявляет, что русским атлетам нечего делать на Олимпиаде, то это является серьезным сигналом. Будем думать, какие шаги предпринимать дальше. Это дело с легкой атлетикой мы так не оставим. В Госдуме отреагировали еще более эмоционально. Международные спортивные власти говорят о защите интересов чистых спортсменов, но кто там подумал об интересах российских чистых спортсменов? Мне кажется, что это попрание в Олимпийской хартии. Где презумпция невиновности тех, кто не имеет вообще отношения, кто чист, создавал эти допинг-пробы не по разу. Соответствовал всем требованиям Всемирной допинговой агентства. Я просто возмущен на самом деле. Но я вполне понимаю, что к этому все шло. Что такое решение в любом случае было бы продавлено. И оно реально продавлено сегодня. Какая претензия к ним? Где вот эта грань между коллективной ответственностью и их персональной ответственностью? И почему они должны ее нести за тех, кто нарушал? Где, в каком законодательстве, какой страны мира, в таких случаях, даже если это уголовное преступление или что-то другое, человек несет ответственность за все. В любом случае, теперь все будут ждать воскресного решения МОК. Уж оно-то должно стать окончательным. Олимпийский комитет России пока перенес торжественные проводы сборной в Рио-де-Жанейро, которые первоначально были назначены на завтра. Павел Матвеев, Татьяна Бакулина, Сергей Валетов, Первый канал. Сожаление в связи с решением спортивного арбитражного суда уже выразили в Кремле. Вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема коллективной ответственности, с нашей точки зрения, вряд ли может быть приемлемой. Речь идет о легкоатлетах, которые готовились к Олимпиаде, которые не имеют никакого отношения к допингу, которые не имеют никакого отношения к каким-то обвинениям или подозрениям, допинг-пробы которых регулярно забирались иностранными антидопинговыми агентствами. Поэтому здесь можно выразить только глубокое сожаление. Сейчас нужно достаточно оперативно нашим соответствующим ведомствам проанализировать ситуацию.